Озеро Ласково неподослышке знакомо каждому жителю города и области. Чистое и прекрасное, настоящий курорт для местных. Но с недавних пор это место оказалось под угрозой. Сюда захотели перенести городскую свалку. И хоть располагаться она будет не рядом с водой, на экологию это окажет сильное влияние. Предполагаемое место для свалки – точка, которая находится в 3,5 километрах от села Заборье. Местные жители были сильно возмущены этим фактом. Мы обеспокоены, конечно же, это зеленая зона, Солочи – это легкие Рязани, курортный поселок Солочи, где расположены два санатория, Солочи и Старица, озера, реки, пионерские лагеря. Это же сердце Рязани. Местные жители тут же проявили свою гражданскую позицию. За несколько дней были собраны подписи почти всех людей Заборья и Полкова. А 31 августа они пригласили на встречу главу администрации муниципального образования Заборьевского сельского поселения. Виктор Сидоров с первых минут успокоил собравшуюся толпу. На протяжении двух дней мне идут звонки от жителей Полкова, что якобы между Полковым и Заборьем будет строиться новый полигон. Значит, я об этой ситуации доложил в лаве района Наталье Ардульевне Женева. Ни администрации Рязанского района, тем более ни администрации Заборьевского поселения, никому никаких земель под ТБО не выделялось и не будет выделяться. Собравшихся людей волновал и другой вопрос. Недалеко от села Заборья существует законсервированная свалка. Она не действует с 2015 года по решению суда. Этот полигон под свалку определил еще бывший губернатор Олег Ковалев. Что касается полигона по направлению на север, 4,5 километра от Заборья, который на селе, ее деятельность приостановлена решением суда. И в решении суда сказано устранить все недостатки, получить соответствующие разрешения и документы, после чего можно приступать. На встречу с местными жителями приехал и председатель комитета по социальным вопросам Рязанской областной думы Сергей Пупков. Он заявил, что эту ситуацию без внимания он не оставит. Если сейчас стоит вопрос о начале работы свалки около села Заборья, то, на мой взгляд, однозначно нужно еще раз спросить жителей прилегающих населенных пунктов по этому вопросу, вплоть до проведения местного референдума.